Из предприятий Автомилини на мировую авиационную арену. На заводах имени Миля и Камова создавались вертолеты, которые покорили небо не только над Советским Союзом, но и всем миром. В Советском Союзе тоже создавались автожиры под руководством Камова, под руководством Миля. Автожир. Этот термин не связан с лишним весом. Это название летательного аппарата, с которого началась история винтокрыла авиации как в Советском Союзе, так и мире. Двигатель автожиры, гибрида самолета и вертолета, вращается в полете за счет потока воздуха. Летает аппарат с помощью тянущего самолетного пропеллера. Слово автожир происходит от греческих аутосам и гирос, круг вращения. Авиаконструкторы Николай Ильич Камов и Михаил Леонтьевич Миль начинали свои работы именно с этих летательных аппаратов в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Николая Егоровича Жуковского еще в 20-30-е годы. Нынешний национальный центр вертолета строения – это два предприятия. Московский вертолетный завод имени Миля и акционерное общество «Камов». Существуют они более 70 лет. И за эти 70 лет два вертолета строительных коллектива создали вертолеты всех классов. От легкого до сверхтяжелого. И нашему предприятию принадлежит мировой приоритет в создании, в том числе, тяжелых вертолетов. Были созданы вертолеты гражданского назначения, вертолеты боевые, вертолеты морские. Вертолет Ми-1 создан в 1948 году и эксплуатировался до середины 80-х. Ми-4 создали всего за один год. Это первый летательный аппарат, который выпускался на экспорт. Следующее изобретение – Ми-6. Советская авиационная техника произвела огромное впечатление на весь мир. Это первый двухдвигательный газотурбинный вертолет. Изобретения тех лет продолжают использовать для создания новых летательных аппаратов. Предприятие является лидером, понятно, у нас в стране совершенно точно, но и на мировом рынке по тем моделям и вертолетам, которые они производят и проектируют. Это вызывает гордость, уважение. На предприятии работают 4000 высококвалифицированных специалистов. С сотрудниками Национального вертолетного центра пообщались председатель Московской областной думы Игорь Принцалов и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. А стекло, что поддельно там, какой-нибудь металл, вот такая, не помню, как в Европе, четыре же ящика, да, по-моему, там стоят. Утилизация отходов, развитие округа и дорожного хозяйства – темы, которые волнуют рабочих. Все вопросы и предложения занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.